Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Гульфия Мутугульна. Итак, сегодня в выпуске. Прошла видеоконференция участников проекта 5.100. 17 марта состоится встреча для абитуриентов, посвященная профессиям будущего. Весенний балл 2019 прошел в стенах КФУ. Состоялась видеоконференция участников проекта 5.100. В ней было обсуждено дальнейшее развитие вузов. Какие вопросы стали основными, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет принял участие в семинаре конференции по выполнению планов мероприятий по реализации вузами победителями программ повышения конкурентоспособности. Обсуждение прошло в формате видеоконференции. Связь с университетами осуществлялась представителями проекта 5.100. Во главе с заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Мариной Боровской. От КФУ в семинаре приняли участие ректор Ильшат Гафуров, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафюлин, директора институтов и ведущий ученый университета. Темой для обсуждения стала финальная часть работы по проекту 5.100. Основные задачи и показатели параметров конкурентоспособности участвующих вузов. Далее были разобраны вопросы вузов по различным организационным моментам. Казанским федеральным университетом был сформулирован вопрос по зарплатам научных сотрудников, а именно о задержке финансирования научных разработок. Сбой произошел по всей системе. То есть у нас нет на начало года, уже первый квартал прошел, не ресурсов по программе 5.100. У нас задержка идет по субсидиям, по госзаданиям на науку. У нас сбой произошел по федеральной целевой программе ПАРМА-2020. То есть те университеты, которые участвовали во многих проектах, они и испытывают сегодня большую напряженность. Мы сегодня за счет иных источников, конечно, закрываем все эти вопросы. Но другое дело, что многие проекты реализуются через казначейское исполнение и потом возмещать нам удается с большим трудом. Такая проблема дала о себе знать из-за появления нескольких реформ. Финансирование по 5.100 включено в систему финансирования национальных проектов. Теперь оно осуществляется через Министерство финансов Российской Федерации, что существенно замедляет процесс. Также решения о финансировании раньше принимались Министерством образования. Сейчас экспертную оценку осуществляет Российская Академия Наук. Артем Тупичкин, Ленардо Валитяров, Универньюс. В Казанском Федеральном Университете абитуриентам расскажет о профессиях будущего. Подробности далее. 15 марта Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского Федерального Университета проведет встречу для абитуриентов, посвященную профессиям будущего. У нас будет мероприятие, посвященное профессиям будущего, называется «Профессия будущего. Что надо знать уже сейчас?». Мы приглашаем всех абитуриентов, интересующихся людей на эту встречу, где наши лучшие специалисты поделятся своим видением и расскажут о том, как меняется сегодня профессиональный ландшафт в сфере информационных технологий в первую очередь, чему стоит учиться, чему уже можно не учиться, где можно научиться тому, чему стоит учиться и как к этому подготовиться. Абитуриентам расскажут, как стать востребованным в любой отрасли, что можно сделать уже сейчас для успешного старта и познакомить с профессиональными компетенциями будущего. Встреча пройдет по адресу Кремлевская, 35, в аудитории 1310, 15 марта в 17.20. Многим ребятам, обучающимся в КФУ, удается развиваться еще и в других направлениях. О том, как совмещать учебу и создавать интересный контент, узнаем у Ильи Бруяка и его команды. Учеба, учеба, еще раз учеба, говорят многие студенты. Да, конечно, многие с этим согласятся, но ведь есть ребята, которым интересно не только учиться по своей специальности, но и развиваться в других направлениях. О том, как удается совмещать учебу и создавать интересный контент, мы узнаем у Ильи Бруяка и его команды. Любовь к своему делу не может пропасть бесследно. Илья Бруяка, студент первого курса магистратуры, приехал из Воркуты. Будучи еще мальчишкой в школьные годы, он то и дело не выпускал из рук свою первую видеокамеру. Кто бы мог подумать, что через несколько лет фото- и видеосъемка станет основным его занятием. Сегодня Илья работает в Министерстве молодежи, где занимается съемками различных проектов. Кроме этого, он является руководителем медиасообщества «Колорит» на базе Института международных отношений. Все силы уходят именно на «Колорит», потому что это, в принципе, главный проект, вот пока сейчас, который у меня есть. И все силы, все идеи, весь потенциал уходит именно на него, потому что хочется, чтобы это выросло во что-то, нечто большее. «Колорит» занимается освещением студенческих мероприятий. На сегодняшний день их команда составляет в порядке 20 человек. В медиасообществе «Колорит» я дизайнер. Хоть изначально планировала быть видеографом, но поняла, что у меня плохой девайс. Тут я вспомнила, что у меня есть графический планшет, что у меня есть умение в фотошопе, поэтому я пошла в дизайнера. Я просто каждый день хожу с ноутбуком всегда. Я во время парда стаю ноутбук. Если понимаю, что эти знания, которые мне дают образование, особо и важны, и нужны, я могу справиться с ними потом, то я делаю прямо во время пар. То есть тайм-менеджмент – это очень важная вещь. Сейчас ребята работают в поте лица, придумывая интересные идеи. Ведь совсем скоро студенческая весна, а это значит, что команда «Колорита» уходит на охоту за призовыми местами. Большинство ребят, которые занимаются фотографией, у меня заявились на студенческую весну. Наша цель – взять все места. Ну вот, да, такие амбиции. В прошлом году мы заняли первое место в номинации видеоролик. По-моему, третье было место в номинации фотография. Но в этом году на дне первокурсника у нас было первое-второе место в номинации фото. И я понимаю, что ребята могут составить хорошую конкуренцию, в принципе, в университете другим фотографам. И вполне могут занять как раз-таки призовые места. Татьяна Левина, Универ Ньюз. В Елабужском институте КФУ студенты разработали образ идеального учителя вместе с преподавателем из Германии. Подробности в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ прошли мероприятия по обмену опытом между коллективом вуза и научным сотрудником Дрезденского технического университета Юлией Койновой-Цольнер. Участники семинаров проводили сравнения между российской и немецкой системой образования, обсуждали проблему взаимопонимания между учеником и учителем, пытались определить оптимальные условия для развития детей познавательной активности. Новая модель учителя заключается в том, что он отказывается от ведущей роли передатчика знаний. Значит, нам нужны другие механизмы, другие ролевые задачи учителя. За три дня совместной работы студенты Елабужского института КФУ посмотрели несколько фильмов на немецком языке, поучаствовали в оживленных дискуссиях с иностранным преподавателем о профессии учителя, получив тем самым бесценный опыт, который они смогут применить в дальнейшем обучении. Валерия Муратова, Ильшат Ахмадеев, Айдар Нурмиев, Универньюс. В Бальном зале Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий студенческой жизни в весенней БАЛКФУ-2019. Все подробности далее. 14 марта в стенах Казанского университета прошло одно из ключевых событий этой весны – весенней БАЛКФУ-2019. Мероприятие является традиционным для Казанского федерального университета. Участники полностью погружаются в атмосферу XIX века, ведь во время подготовки они изучают не только танцевальные шаги и фигуры, но и этикет прошлых веков, приобщаются к истории родного государства и старинным традициям. Главная цель – это, наверное, передать исторический колорит, культурную ценность, культурное восприятие, способствовать тому, что ребята именно будут воспитанными, именно с огромным уважением относиться к истории. Особое внимание уделяется внешнему виду пар. Светские старинные бальные танцы ориентированы не на призовые места, а на общение партнеров, в основе которого лежат этикеты и изысканные манеры. На самом деле было очень волшебно, и сейчас эти чувства очень сложно передать. Как-то, я не знаю, мурашки даже по коже, просто окунуться в это времена, старых времен, можно сказать, я не знаю, как-то. На самом деле чудесно, балы какие-то, просто наряды, это чудесно. С каждым годом ощущаю что-то новое, потому что, во-первых, лицеисты новые, новые танцы учим, новые произведения берем. У нас каждый раз новая тема, и поэтому каждый балл по-своему уникален. Весенний балка ФУ – это еще одна возможность для учащихся проявить себя вне учебной деятельности, найти новых друзей или даже любовь. И чарующая атмосфера балла этому способствует. Подобные мероприятия – это все-таки, наверное, больше студенческие какие-то такие вот особенности. А здесь именно у учеников школы, в данном случае лицеев, есть возможность почувствовать себя частичкой, наверное, какой-то такой уже большой дружной семьи в будущем. Поэтому, видя вот их горящие глаза, видя, насколько им это все нравится, я думаю, что данную практику нужно поощрять, да, и каждый год проводить как можно больше подобных замечательных мероприятий. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok